Сегодня в преддверии нового учебного года глава региона провел антитеррористическую комиссию Ненецкого округа. В числе первых обсуждался вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений. Вопросы безопасности образовательных учреждений региона всегда были и остаются в центре внимания региональных властей, правоохранительных и контролирующих органов. В окружном бюджете на эти цели ежегодно предусматриваются средства в полном объеме. О том, как готовы школы к новому учебному году, ответ перед членами комиссии главу региона сегодня на заседании держал заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Евгений Мелехин. В настоящее время образовательным учреждениями реализуются мероприятия по инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. Это производится до освещения системами видеонаблюдения объектов, контроля управления доступом, а также установкой атомной сигнализации. В 2019 году в окружном бюджете на данные мероприятия предусмотрено финансирование в размере 42 миллионов рублей. Кроме того, большинство образовательных учреждений региона будут обеспечены в новом учебном году физической охраной. В ходе заседания региональной антитеррористической комиссии был озвучен ряд выводов оперативного штаба по результатам антитеррористических учений, проведенных спецслужбами 20 и 21 августа на базе средней общеобразовательной школы номер 2 в микрорайоне Лесозавод. Даны соответствующие рекомендации руководству профильного департамента. На просьбу перед учебным годом дополнительно провести инструктажи и работу с сторожами, повторными должностными лицами о том, что необходимо проводить обходы, необходимо спрашивать документы у лиц, которые на образовательные учреждения приходят, и посторонних лиц ни в коем случае не пропускать. Подводя итоги обсуждения вопроса обеспечения безопасности образовательных учреждений в регионе, губернатор Ненецкого округа дал ряд поручений исполнительным органам власти, которые в частности касаются специфики региона и удаленности многих населенных пунктов от окружного центра. Также он обратил внимание на необходимость введения в школах округа электронных пропусков, как это делается во многих городах России, и поручил департаменту образования заняться этим вопросом в ближайшее время. Вход в школу только через электронный пропуск, только через сопровождение учителя. Вот и все. И решили вопрос, он должен быть един для всех. Видеокамеры поставлены во всех школах, в том числе благодаря тому, что мы проводили выборные процессы. Все школы оснащены в нем. Они должны работать в соответствующем образе. Это же тоже должна быть часть вашей работы с преподавательским и административным составом школ, о том, чтобы все эти инструменты находились в рабочем режиме. И по электронному учету прохода тоже надо приготовить предложение для того, чтобы это сделать. Это сегодня в рамках той единой карты, которую мы готовим, и которую сегодня не от сюжета, а по сути, выпустил. Вот и сделайте на нее все это у кого есть право проходить школу, у кого нет. Необходимо понимать, что безопасность детей, которые в этом учебном году переступят порог школы 2 сентября, превыше всего. На следующий день, 3 сентября, уже в 15-й раз в России будет отмечаться День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года в школе города Беслана в Северной Осетии.